Друзья, я всех вас от души приветствую на нашем строительном канале и полустроительном. Сегодня мы с вами сделаем красивый подкат к одному генератору. В случае, когда он отключает свет, Женя вывести его на веранду уже не сможет. А порой бывает, что я где-нибудь в тайге на пасеке или еще что-то, она завести-то сможет, а вот вытащить нет. Зашел в магазин, посмотреть на эти подкаты, и цена идет от 4000 и выше. И причем они такие хлипкие, слабенькие. Я зашел в свой любимый, знакомый крепмаркет, там где торгуют всякими саморезами и болтами. Посмотрел, сколько стоят колеса. Цена там 400-500 рублей, собственно, за набор. Прежде всего, что для этого я взял. Ну вот, приклеилось. Труба круг 20-ка и профиль 20х20. Его я взял чуть больше, там у меня еще он лежит. И понял, что за 1000 рублей максимум я сделаю себе крутейшие крепкие подкаты, именно так, как это нужно прямо мне. Теперь мне нужна будет одна металлическая пластинка пошире. Так, Рустамыч, друг, еще раз спасибо тебе за пластинки. Вот, как хорошо, что у нас, ну, мастерской нет, но есть зато инструмент. Есть материалы, из которых можно это делать. И, кстати, верстак, братцы, который вам всем полюбился. У нас уже закрепилась ваша любовь к тому, что это просто идет под музыку, а я показываю все процессы. Ну, буду немножко комментировать. Все, принимаемся за работу. Смотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все сделали, он теперь катается, все классно, у него есть подкаты, подставки, но вывозить его, но вывозить его вот таким образом просто неудобно. Нужно сделать ему ручки. Для ручек у него, кстати, есть базовое отверстие здесь и там. Так что осталось только ручки придумать. Ну, а эту работу, друзья, мы будем делать углогибом, потому что у меня очень много углов. Смотрите, этот профиль я возьму, загну углы для подъема, которые будут фиксировать, и загну, наверное, и загну, наверное, угол, как на телеге, смысл такой, а для этого мне нужен углогиб. Короче, презентую вам сегодня углогиб ДИНА. Он не только углогиб, он трубогиб, он профилегиб, он все что угодно гиб. Классная штука по заявлению производителя. Сейчас мы это, собственно, изучим, посмотрим и поймем. Начну я сразу с углогиба, но потом покажу вам функции, если вам будет интересно. Принципы работы у него все такие же, как у других существующих на рынке углогибов и трубогибов, но имеется большое преимущество в виде того, что он может гнуть радиусные детали очень мелко, там чуть ли не до 10 сантиметров в радиусе. Сюда мы сейчас поставим функцию углогиба. Он у меня где-то в коробке. Что еще хочу сказать, ребята пакуют упаковки просто шикарно. Чуть позже я вам подарю подарочный купон на 1000 рублей. Те, кто первые успеют воспользоваться в нашем видосе, тем, так скажем, мой бонус. Этот купон на сайте Gradus House можно использовать. 1000 рублей в подарок. Так что я думаю, вам будет это полезно и приятно. Но чуть попозже. Смотри, прикол, еще в комплекте были перчаточки. Так что можно ими работать. Дальше есть стопорная гайка ограничительная. Я взял понижитель передач для шуруповерта, усилитель. Усилитель работы для шуруповерта. И центробой – это вал для ребра жесткости для трубогиба. В общем, он для того, чтобы гнуть большие профили. И это получалось очень аккуратно и красиво. Друзья, использовать сегодня для этих целей мы будем вот этот замечательный углогиб. Углогиб на 20. Я тут уже пометил себе центробой. Центробой сам вот посередине находится ребро жесткости. Для того, чтобы выгибать это интересно. Вы это все увидите. Настройка, собственно, одноразовая. Потому что для углогиба, если мы гнем все время 20-ю трубу, например, то мы сейчас один раз настроим и в таком ключе и оставим. И все. Мы же готовимся под 20-й профиль. Поэтому вот эти центральные гайки в виде грибочка, мы откладываем, они нам не нужны. Они нам понадобятся, если мы с вами захотим делать большие профили гнуть. Для того, чтобы нам сейчас гнуть 20-й профиль, нам необходимо взять всего лишь маленькое вот такое колечко. На него положить большое вот это кольцо. Дальше мы делаем сам центробой. Некий центробой. Ой, вот так. Правильно. Для чего вон та маленькая шайбочка, которая идет с самого угла, с самого края, ее убираешь, когда гнешь 15-й профиль. Для 20-го мы ее оставляем. Вот смотрите, чтобы понятно было. Вот это все я убрал. Это все мы пока не нужно. И вот у нас профиль как раз 20-й. То есть теперь сверху накрываем обратно и ставим это на базу. Все вот так. Видите, профиль вошел идеально. Подготовка всегда нужна к любому изделию. Это нормально. Дальше я кладу еще одну шайбу. Друзья, вы точно не ошибетесь, потому что здесь специально смещены болты. Вот, видите, все ровничком. Теперь сверху одеваем главную часть. И должно получиться вот такое. Это для 20-го профиля. Еще раз говорю, для 15-го убираем маленькие шайбочки, которые там по бокам. Все. Теперь все затягиваем хорошенько. И вставляем это в аппарат. Наше изделие готово. Мы просто убрали лишние шайбочки, чтобы у нас вошла 20-я труба профильная. Так, что нам, братцы, нужно? Нам нужно взять нашу шестеренку обратно. Нам нужно вставить вот так. Так, я его временно зафиксирую. Для того, чтобы нам сейчас загнать трубу под работу, нам необходимо опустить вот этот вот сектор. Для этого можно использовать гаечный ключ, который поставляется в комплекте. Вот. А можно использовать гайковерт или шуруповерт с насадкой. Мне такой вариант, конечно же, удобней. Опустили настолько, насколько это вам необходимо для начала работы. Здесь у нас есть шкала, на которой можно посмотреть градусы, необходимые для загиба. Нам 90. То есть, соответственно, вот эта вот трисочка должна дойти до 90 градусов. Тем самым мы загнем ровный 90-градусный угол. Что мне понравилось сразу, то, что у меня все изделие, вся эта палка не будет никуда загибаться и гнуться. Будет гнуться только та часть, которую мне необходимо загнуть. Я подумал, а почему бы мне не гнуть сразу наше изделие, которое нам сегодня с вами необходимо. Ведь мы же с вами придумали классную штуку, поэтому буду гнуть я ее сразу. И вам показывать, и мне будет удобно. По незнанию мне не хватило немножко профиля, то есть, выскочило. Советую сантиметров 15 делать запас. Я просто поставил этот ключ, он ровно 2 на 2, и он мне помогает сейчас догнуть это до 90 градусов. Все, 90. Чуть-чуть еще. Выдернули, забрали. Что получилось? Девяностик готов. Вот он. Ровненький. Отличный девяностик с центробоем. Все класс. Теперь мне нужно сделать вот этот поворот сюда. Честно говоря, до этого я думал, что гнуть это как-то не так просто. А теперь я готов брать заказы. В комплекте у нас остались валы для круглых труб и трубогиба. Это я вам сейчас покажу. Центробой тоже. Стропная гайка ограничительная. Это вот сюда ставится для того, чтобы... Давай сразу буду показывать по ходу. Одевается она сюда. А вот здесь фиксируется. И мы ее выставляем на тот самый размер, дальше которого нам нельзя поднять трубу. Понимаете принцип? И вместе, докуда нам нужно поднять его, мы здесь берем, затягиваем и фиксируем тем самым. А я сейчас одену традиционный вариант гнутья трубы и покажу, какие можно делать колечки. У меня есть вот такая вот труба. Я хочу согнуть ее прям в самый маленький диаметр. Также у меня есть центробой для ребра жесткости. Я сейчас покажу. Принцип такой, что вот этим ребром он также сгибает, как мы сейчас сделали в углогибе, он сгибает центр. И, соответственно, получается, что у вас сам профиль не распирает, не увеличивается по стенкам. А получается ровный гиб с таким же ровным ребрышком, которое мы сделали здесь. Только не на углогибе, а на простом прогоне тяжелых, мощных, массивных профилей. Например, 60 на 40 и вот такие. И он просто центробоем делает. Также у нас в комплекте есть вот такой замечательный понижатель скоростей. Это вездеход в трубогибном деле. Она сделана для того, чтобы упростить нам задачу кручения. То есть за счет уменьшения числа передачи она делает работу проще. Я его сейчас вот здесь вставляю с этой стороны, потому что именно с этой стороны я буду им пользоваться. Теперь, видите, тут специально все отфрезеровано. Тут он так зажимается. Дальше мы ставим колечко понижения и затягиваем. Добавляется еще один вал у нас вот сюда. Можно поставить вот такую ручку, друзья, на него также. И можно будет прогнать нашу конструкцию. Ключиком подобрали и поехали тянуть. Идем дальше. Прокатываем. Слушайте, а мне удобнее это делать гайковертом. Гайковертом. получается можно делать вот до таких радиусов честно говоря мне это не было нужно я это сделал просто для интереса вам показать какие возможно гнуть вещи поэтому у меня так аляписто вышло если бы нужно было точнее я конечно же вы заморочился и сделал красивей еще одна секунда у нас осталось всего одна нераскрытая деталь вот эти вот три брата друзья которых я еще сегодня не говорил это для того чтобы на трубогибе гнуть круглые трубы все логично все просто то есть по сути сейчас меняю на них и могу гнуть любую круглую трубу но сегодня в это не нужно сегодня у нас задача это углогиб он мы там нагнули вы знаете что и поэтому вы их увидите в ближайших сериях когда я буду делать что-нибудь круглыми трубами это ставится вместо вот этих трех блоков и крутится простая круглая труба назначение для которого я сегодня его открыл мы уже с вами увидели я загнул углы и сейчас мы это все установим на наш генератор мы покрасим конечно сначала но для того чтобы это доделать мне нужно здесь еще два крепления приварить прошивных которые будут фиксироваться ну то есть вы наверно уже поняли да в нормальном состоянии она будет вот так опущена когда мне нужно будет поднять я беру за ручку поднимаю она упирается в те стойки и таким самым образом я могу ее тащить хоть куда вот ну я так придумал можно также сделать когда она опущена можно взять вот за эти ручки и тоже использовать как тебе надо то есть вот такая вот логика у меня здесь будут заглушки финальные вы все это увидите а я пока трубогиб уберу вы его еще увидите во многих моих сериях друзья потому что вещь интересная ну как минимум как углогиб мне он очень понравился гнет супер так я же вам обещал я же вам я же вам обещал я не показал братцы короче мне он пришел на самом деле уже неделю назад где-то здесь промо код действительно всего 14 дней с момента получения заказа градус хаус сайт точка ру градус хаус точка ру в описании под видео тоже будет и промо код смотрите на картинке вот он этот промо код кто первый использует тот победил 1000 рублей подарочный купон при покупке на сумму от 5000 то есть за пять покупаете что-то плюс 1000 можете использовать там есть и самогонные аппараты и всякие соковыжималки чем мог помог бонус от меня кстати заметили да как гайковерт сегодня хорошо прижился в данной ипостась он сегодня очень нам помогает в этом деле конечном итоге братцы что я могу сказать этой штучкой получилось очень аккуратно очень эстетично и очень даже красиво и ровно ну не знаю мне нравится к покупке рекомендую ссылка под видео друзья пользуйтесь в конечном итоге что у меня получилось для детей изготовил фирменный модный гироскутер они давно просили я сделал но пока он будет стоять у нас на генераторе сделал ручки сделал подножки сейчас все это установлю смотрите а что мы в конце имеем возможность даже того что моя женя без проблем может пользоваться генератором для того чтобы выкатить его и для того чтобы его обратно закатить так но косяках же должен сказать я замерил 45 сантиметров то что мне необходимо но не подумал про уши то есть теперь мне надо либо обрезать немножко и заварить либо вообще вот так обрезать это будут две отдельные ручки но пока это будет вот так то есть видите она достает пол зато дальше рычаг можно брать дальше это плюс опустил мне место хватает для того чтобы это стояло поэтому проблем нет получилось все ровненько хорошо за исключением только вот этой вот проблемки опоры у нее сейчас 3 те ножки не дают возможности туда катиться до нее стопорят ножки основные и колеса если мне нужно выехать я просто поднимаю вот эти ноги до взялся и поехал на улицу так теперь мне надо вернуться обратно прям по гаечным ключам по молоткам подставляю закатывают сюда это такая обучалка для жени она посмотрит видео и будет достаточно и опуская ножку он хранение надо увести опять ручку поднял взял за рычаг и поехал так братцы подытожим конструкция рабочая вышло мне это все мероприятие вообще в какие-то копейки на самом деле ну там тысячи даже не ушло я позанимался вечерним творчеством это все увидели короче сэкономил бюджет семьи добрые две-три тысячи рублей точно и получил опыт получил знания получил образование в плане работы новым трубогибом так я очень рад вас был сегодня видеть мне очень нравится делиться с вами этой информацией за болтовню простите но такой уж я человек вот люблю я болтать но это моя проблемка вся моя работа связана с тем что я в основном один на один с камеры весь день молчу и мне хоть с кем-то нужно поговорить в данном случае это вы по завершению видео не разбегаемся встречаемся с вами в комментариях поддерживаем канал вашими отзывами вашими предложениями вашими советами до скорых встреч все увидимся пока пока